Здравствуйте! Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой доклад. Большое спасибо, что присоединились. Надеюсь, следующие 30 минут будут для вас полезными. Итак, о чем пойдет сегодня речь? Мы будем говорить об ускорении процесса доставки фич, о техническом росте QA-команды за счет вовлечения в автоматизацию, а также об ускорении самих автотестов. Немного обо мне, помимо того, о чем говорил Николай. У меня более 7 лет опыта работы с мобильными и веб-приложениями, но самое главное, что сегодня я хочу помочь вам сократить количество ручной регрессии, быстрее релизить фичи и использовать освободившееся время для более интересных задач, таких как автоматизация. Я работаю в компании Badoo. Для тех, кто не знает этот дейтинг, у нас более 500 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру. Я работаю в iOS-команде. У нас еженедельные релизы с большим количеством новых фич, тасок, саптасок и бакфиксов. Структура доклада, как мы проведем следующие полчаса, будет 4 секции и напутственное слово в конце. Надеюсь, вы до него дослушаете. Итак, с чего хочется начать? С главной проблемой, с которой мы столкнулись 4 года назад. Эта проблема называется дедлог ручной регрессии. Как это выглядит? Мы столкнулись с тем, что еженедельно мы очень много тестировали руками. Почему так сложилось? У нас викли релизы и было мало автотестов. Они обеспечивали недостаточное покрытие, и все остальное приходилось тестировать вручную. Как мы оказались в такой ситуации, что у нас было мало автотестов? У нас было мало времени, так как все наше рабочее время было поглощено ручным тестированием. Возможно, кому-то эта ситуация покажется знакомой. Для того, чтобы разорвать этот порочный круг, была создана команда Automation QA. У нее было две задачи. Первая — это создать тестовую инфраструктуру для того, чтобы было легко писать тесты. Вторая задача — это обеспечить тестовое покрытие. Что касается инфраструктуры, команда Automation QA отлично справилась с этой задачей. Они создали фреймворк. Мы пишем тесты в человекочитаемом виде с помощью Геркина. Наш язык Ruby, так как мы выбрали кроссплатформенность с самого начала. Вам не нужно читать весь этот текст. Он просто для примера, как выглядит наш обычный сценарий. Как видите, здесь есть в одном сценарии сразу тег и iOS и Android. То есть он может раниться на двух платформах сразу. Что касается фреймворка, мы используем FaceBash. Это колобаж плюс Facebook веб-драйвер-агент или девайс-агент. Мы его только обновили. Колобаж — что это такое и что он нам позволяет делать? Это встраиваемый сервер. Он интегрируется вовнутрь приложения и позволяет нам управлять приложением. Большой плюс колобажа — это быстрая скорость. В зависимости от контекста колобаж быстрее в 5-10 раз, чем Facebook веб-драйвер-агент. Что касается драйвер-агента, он нам тоже нужен, если мы хотим выйти за рамки приложения, так как колобаж встраивается внутрь приложения и за его пределами он не может работать. Здесь в помощь приходит веб-драйвер-агент. Он стартует тестовую сессию прямо на девайсе и позволяет выйти за рамки приложения, как, например, на скриншоте мы можем управлять пермишинами для камеры, нотификации и тому подобному. Следующая задача, которая была поставлена, — это обеспечение тестового покрытия. Команда автоматизации очень активно работала, и они смогли покрыть около 30% всего функционала. Это включало и тесты на симуляторе, и тесты на реальных устройствах. Но, к сожалению, дальше 30% было очень тяжело прыгнуть, и нам нужно было искать способы, как увеличивать покрытие еще больше, так как 30% было недостаточно. Одним из главных способов решения этой проблемы было вовлечение обычных тестировщиков, которые до этого занимались ручным тестированием, в автоматизацию. Но у них не было времени, и нам нужно было дать им это время. Мы начали искать возможности получить это время из того, что у нас было большое количество задач переоткрытых и статусов тестирования. То есть создавалось впечатление, как будто разработчики недостаточно хорошо тестируют свою фичу до того, как отдавать ее в QA. А если мы посмотрим на нашу флоу, флоу с ручным тестированием, мы называем QA Yes Flow. Это тикеты, которые проходят через команду тестирования. Этот флоу выглядит следующим образом. В разработке есть один бранч, мастер. Как только разработчик начинает работать над новой фичей, он делает фичу-бранчу из мастера, она, изменения тестируются. Перед тем, как изменения замерджатся обратно в мастер, тестировщик создает, ну, туду, которая коммитит в репозиторий. Таким образом мы будем считать наше покрытие, что этот сценарий, вот новая фича, этот сценарий не покрыт. Дальше фича мерджится в мастер. Так происходит несколько раз. Еженедельно мы создаем релиз, он также тестируется, и если мы находим релизные баги, они, ну, тоже мерджатся в мастер. Так происходит каждую неделю. И в идеальном мире без багов, следуя этому флоу, получается, что время до того, как фича попадет в мастер, состоит из времени на разработку плюс времени на тестирование. Но, к сожалению, в идеальной ситуации происходит не всегда, и в реальности случается reopen иногда. Тогда мы начинаем добавлять время на то, чтобы разработчик переключил контекст. Он может быть занят уже другой фичей на этот момент. Осуществил багфиксинг. Дальше еще раз подождал в очереди на ревью. Прошел ревью. Подождал в очереди на ретест, так как тестировщик также может быть чем-то занят. И произвел сам ретест. И только тогда мы попадаем в мастер, если все условия прошли хорошо. Если мы сравним эти два флоу, то флоу с reopen значительно дольше. И мы подумали, что если мы сократим reopen, мы дадим QAM время на то, чтобы они занимались автоматизацией. Так мы отказались от reopen. Большое спасибо за внимание. На этом все. Следующие 20 минут можете чай попить. Я, конечно же, шучу. Мы не отказались от reopen полностью, но мы очень активно начали работать над снижением их количества. Как мы это сделали? Мы до сих пор тестируем руками, но делаем это редко. Мы делегировали часть вручного тестирования разработчикам и начали покрывать фичи тестами параллельно. К чему это привело? Мы увеличили тестовое покрытие, мы вырастили сильную QA-команду за счет вовлечения в автоматизацию, сократили время на выполнение рутинных задач вручную, улучшили процессы тестирования, а также ускорили доставку фичи. Теперь давайте поподробнее. Переходим ко второму разделу. На свой страх и риск или QA-ноу-тикеты? Как вы помните, ручное тестирование называлось QA-yes. QA-ноу — это флоу, при котором тикеты не проходят через команду тестирования. Вот так выглядит QA-yes-флоу, я напомню. QA-ноу-флоу выглядит следующим образом. То есть все оранжевые квадратики пропали, можно мерджить, когда хочется. Возможно, здесь возникнет вопрос. То есть мы разрешили разработчикам мерджить, когда они считают, что фича готова. Не будет ли это опасно? Возможно, у нас будут какие-то баги. Все так. Но здесь в помощь приходит наша корпоративная культура. Когда мы делегируем разработчикам тестирование и просим их... Мы все еще остаемся ручными тестировщиками в тех ситуациях, когда это необходимо. Но мы даем им возможность мерджить тикеты, если они считают, что они уже достаточно их протестировали сами. И если происходит такая ситуация, что они в мерджеле изменения, которые что-либо ломают, то это их ответственность с этими багами дальше работать, их фиксить, следить, чтобы они не попали конечным пользователям, создавать релизные баги и так далее. Конечно, мы попробовали сделать максимум, чтобы помочь разработчикам качественно тестировать собственные фичи. Для этого была создана ментальная карта iOS-тестирования. У вас будет ссылочка в конце, так чтобы подробно с ней ознакомиться, я коротко пробегусь по основным ее частям. Первая, самая значительная часть ментальной карты – это тестирование самой функциональности. Здесь нам нужно убедиться, что фича выполняет все, что должна, проверить все позитивные сценарии, все категории вводных данных, основные версии iOS, а также коммуникацию с сервером. Как видно на этом скриншоте, у нас нет текста на белой кнопке. На самом деле он есть, его видят автотесты. Просто разработчик от Refactorial Class, который отвечал за баннеры, и текст стал белым на белом фоне. В идеале этот экран должен выглядеть вот так. То есть когда наши пользователи знакомятся, они друг друга лайкают, им показывается скрин, что у вас мать. И они и дальше могут коммуницировать друг с другом. Во избежание подобных багов мы предлагаем разработчикам тестировать интерфейс. Здесь нужно убедиться, что та фича, которую они сделали, удобна в использовании. Пройти Visual QA с дизайнером – это процесс, когда разработчик показывает готовую фичу дизайнеру, чтобы убедиться, что весь UI выглядит как следует, что все состояния нажатия и анимации, они годны для следующего релиза. Дальше также проверить Exclusive Touch, погенацию и подобное. На этом экране вы видите видео. Значит, слева у нас кейс, когда юзер хочет заблокировать пользователя, потому что он переслал ему спам. Выбирается причина, пишется текст репорта, а дальше что-то ломается, и нам вручную нужно закрывать все экраны, пока мы не видим черный оверлей и вообще не можем взаимодействовать с приложением. В правильном случае это выглядит следующим образом. После того, как мы нажали на кнопку «Report», выбрали причину, а также написали текст репорта, все должно закрываться автоматически, и мы дальше должны иметь возможность работать с приложением. Во избежание подобных багов с навигацией, мы предлагаем разработчикам тестировать именно навигацию. Нужно позаботиться о том, что интеракции и прерывания работают хорошо, то есть вернуть-развернуть приложение, закрыть-открыть, выйти в другое приложение, вернуться обратно. Следующее — это попробовать разные entry-пойнты для того, чтобы попасть на этот экран. Такие, как инап-нотификации, пуш-уведомления, различные ссылки и так далее. Ну и, конечно же, проверить наши любимые модальные экраны. Следующая секция отвечает за самое важное — за платежи, и мы должны проверить, что платежи работают. Здесь мы проверяем наши основные payment-провайдеры, sandbox, PayPal и кредитную карту. У нас был баг, что sandbox-пайменты отвалились в релизной версии когда-то. И нам не хотелось бы, чтобы это повторялось. А также в этой секции важно проверять страны, где платежи недоступны. Следующее — это статистика. Как вы видите на этом скриншоте, все реквесты удвоены. Сервер — это один из провайдеров статистики. И так как в современном мире очень много АБТ-тестов, мы принимаем решения на их основе, на основе хорошей статистики. И когда статистика неверна, как в этом случае, когда все реквесты удвоены, решения на основе такой статистики также могут быть неверными. Для этого нужно тестировать статистику. Все наши провайдеры статистики — это серверные консольные логи, Апсфайр и также HotPanel — это наш кастомный сборщик статистики. Следующее — это сеть. Как видите на экране, у нас была проблема, что экран знакомств не загружался, если был открыт, используя 4G. На Wi-Fi все работало хорошо. Во избежание такого рода багов мы предлагаем тестировать сеть. В iOS есть очень удобная штука, называется Network Link Conditioner. Его можно использовать на разных пресетах. Edge, 3G, Wi-Fi в том числе. И проверять, что лоудеры, плейсхолдеры появляются, а также проверить кейс, когда сети нет вообще. Следующее — это автоматизация. Мы предложили разработчикам пользоваться нашими автотестами, так как до этого автотестами занимались только тестировщики и на них смотрели только тестировщики. Для того, чтобы позволить разработчикам запускать автотесты и чтобы им было легко анализировать, нам нужно было сделать несколько вещей. первое — это мы добавили связку из TestedBy в нашу джиру. Она очень классно работает. Допустим, у разработчика его бранча ломает какой-то тест, но потому что они там отрефакторили класс, и мы не можем найти имя такого локатора. Такую проблему нужно поддержать автотестами. Получается, у нас есть ветка разработчика, ветка автотестов. Для того, чтобы не ломать мастер, если эти изменения будут замерджены несинхронно, мы придумали связку из TestedBy. Только тогда, когда оба тикета пройдут ревью, они замерджатся вместе в мастер. Следующее — это удобство использования. Мы добавили для разработчиков кнопку Run Functional Tests в джиру также, чтобы они могли одной кнопкой запустить нужную группу тестов. В нее уже встроена логика, которая выбирает те тесты, которые релевантны для данных изменений. Также было важно обеспечить удобный анализ результатов. Для этого была также создана джиротабличка. С помощью желтой кнопки можно прогнать только упавшие тесты, так, чтобы не загружать наш CI. И, как видно, анализ тоже очень простой. Если все зеленое, все прошло, если красное, то нет. Как видно, здесь в первом прогоне упало 9 тестов. Разработчик поправил свои изменения, и после этого все 9 тестов прошли. Следующая секция — это кроссплатформенные проверки. Иногда ясный разработчик начинает работать над фичей, которая уже имплементирована на другой платформе, например, Android. Здесь им нужно убедиться, что фича работает консистентно. Следующая секция — коммуникация. Мы сказали, что мы здесь есть, мы можем вам помогать, мы можем предлагать вам тестовые сценарии, если вы считаете, что у вас недостаточно экспертизы, и, собственно, обращайтесь за любыми вопросами. Секция «Другой» здесь представлена для того, чтобы проверить производительность, а также безопасность, сайнын разными пользователями, капчи и прочее. В целом, ментальная карта выглядит следующим образом. Она довольно большая и вызвала некоторые подозрения со стороны разработчиков. Они сказали, нам правда нужно тестировать все это, и сколько же времени это займет. Мы сказали, что ментальная карта большая, только потому что мы не знаем, с какой областью приложения вы будете взаимодействовать. Для вашего конкретного случая, скорее всего, только очень небольшой набор этих проверок будет релевантен. И вы и так сами знаете, то есть наши разработчики, высококлассные профессионалы, они и так знают, что нужно проверить в компоненте, когда они его потрогали. Проблемы часто возникают на стыке этого компонента с другими. Именно здесь MindMap очень полезно. Вооружившись этим флоу и ментальной карты, разработчики начали имплементить фичи, следуя этому флоу. Мы начали экспериментировать где-то осенью 2017-го и в январе 2018-го у нас были первые результаты. 35% багфиксов, 20% фич, 80% тасок и 95% сабтасок было реализовано по этому флоу. Сюда также входит параллельное покрытие, о котором мы поговорим буквально через минутку. В январе 2020-го года 97% багов, 100% фич, тасок и сабтасок было реализовано как QAnO. Конечно же, этот флоу не идеален и не подходит всем, но в нашем случае он работает хорошо, но у него есть подводные камни. Это наши любимые баги. Этот скриншот тоже не нужно читать в деталях. Он для наглядности, когда этот флоу интродюсит какой-то баг, это могут быть баги, к сожалению, разной степени критичности, мы их анализируем, мы проводим ретро по каждому такому багу, пытаемся узнать, были ли способы их предотвратить и стараемся улучшить наш флоу, пытаясь избежать этих багов. К сожалению, это долгий процесс и мы всегда сталкиваемся с этими проблемами, но для нас этот флоу работает, так как он экономит очень много времени и мы можем закрыть большой кусок, мы можем покрыть, увеличить наше тестовое покрытие очень значительно, пользуясь им, поэтому такие риски, как очень-очень редкие баги, мы можем себе позволить. Переходим к третьей секции, это параллельное покрытие. У нас в документации мы называем этот флоу Automation QAS. Это те тикеты, которые не тестируются к ее командой вручную, но покрываются нашими функциональными или end-to-end тестами параллельно с разработкой. Как выглядит этот процесс? Вначале выбирается фича, выбирается QA-инженер, который будет вести эту фичу от начала до конца. Дальше происходит обзор документации, чтобы задать все уточняющие вопросы продакт-менеджерам. На следующем этапе происходит кик-офф, где тестировщик и разработчик договариваются о различных вещах, например, какие ID-шники нужны для автоматизации. Дальше происходит создание тестовых сценариев. Грубо говоря, пишется список, опять же, вам не нужно читать подробно, тех сценариев, которые должны быть покрыты. На следующем этапе, который называется выбор уровня имплементации, мы выбираем, кто и какими тестами будет покрывать эти сценарии. это могут быть юнит-тесты, это могут быть интеграционные тесты, у нас также есть visual snapshot тесты, что-то может быть покрыто тестами серверной стороны, а для всего остального мы можем использовать автоматизацию. Дальше разработчик переходит к имплементации фичи, параллельно QA также приступает к имплементации end-to-end тестов, после чего оба тикета отправляются на ревью, а дальше этого шага не было изначально, мы буквально полгода назад его ввели, это часовая сессия тестирования. В случае необходимости мы ее проводим, мы выделяем один час на то, чтобы уделить человеческое время этой фиче, этот флоу помогает нам спать спокойно по ночам, а также иногда учить, помогать разработчикам лучше узнавать наше приложение. Часовая сессия происходит следующим образом. Первое это подготовка. Тестировщик и разработчик готовят пользователей, они форсят нужную группу АБ-теста, также начисляют количество кредитов, которое необходимо, добавляют сообщения, лайки и прочее. На следующем этапе происходит само тестирование. Часовая сессия разбивается на две секции по полчаса. Первые полчаса происходят следующим образом. На 20 минут разработчик становится тестировщиком, он тестирует функциональность, в это время тестировщик делает заметки. Следующие 10 минут они анализируют результаты и меняются ролями. После этого есть три сценария действий, которые мы можем предпринять. Если мы нашли баг или баги, нам нужно вернуться и разработчик должен починить эти баги. Если мы обнаружили, что есть какой-то сценарий, который не был покрыт, нам нужно вернуться и покрыть этот сценарий. Если же все было хорошо, то мы можем мерджить фичу в мастер. И наши пользователи в следующем релизе будут наслаждаться этой фичей. Именно этот способ параллельного покрытия позволил нам увеличить покрытие до 86% от вчерашней результаты. Это очень значительно. У вас может возникнуть вопрос, то есть пока тесты не будут готовы, фича не идет в мастер. да, все верно, и это касается не только end-to-end тестов, но также это касается и тестов на стороне разработчика. Итак, последняя секция. После того, как мы увеличили свое тестовое покрытие с 30 до 86 процентов, тестов стало настолько много, что мы начали задумываться о том, как их эффективно прогонять. первое, с чего мы начали, это, конечно же, параллельный запуск. У нас более 2100 тестов, они занимают 45 машиночасов, а мы хотим знать результаты за 20-30 минут, и для этого мы прогоняем тесты параллельно. У нас для этого есть кастомный tool device server, на рынке есть много аналогичных продуктов, которыми вы можете воспользоваться. следующее это настройки параметров теста. И здесь лирическое отступление. Оставайтесь со мной, это релевантно. Когда я была маленькой девочкой, брат, которому было скучно, научил меня играть в первый StarCraft. Он сказал, что нужно добывать кристаллы, за которые можно строить дома, в которых можно строить армию. Он сказал мне это и оставил меня на полчаса. Когда через полчаса я построила своего первого пехотинца, он пришел ко мне на пазл и разнес ее полностью, используя стратегию ZerkRush. Я очень расстроилась, мне было жалко времени, полчаса я потратила ни на что и сказала, что больше с ним играть я, конечно же, не буду, это просто неинтересно. он предложил мне вариант, который меня устроил. Он сказал, что давай ты не будешь тратить время на добычу кристаллов, я разрешу тебе использовать чит-коды. Вот, возвращаясь к тестам. Чит-коды помогли нам сэкономить значительное количество времени. Можем ли мы сделать такое в тестах? Конечно же можем. Первое, что мы можем сделать на клиентской стороне за счет того, что у нас есть колобаж, это использовать бэкдоры. Представим, что у вас есть логин, который занимает 20 секунд. После логина ваш пользователь должен дать разрешение в диалогах о доступах, которые тоже занимают 10 секунд. И вам нужно повторять это в каждом тесте. Вам же нужно 30 секунд умножить на 2000. Это же очень много. Вместо этого вы можете использовать бэкдоры, которые будут сразу сэкнынить. логинить пользователя и давать разрешение на различные пермиссии. Это сэкономит вам 30 на 2000. После этого вы можете подумать о том, как сервер может вам помочь. У нас есть QAPI, это серверный API, серверный бэкдор, если хотите. специфика дейтинга в том, что наши пользователи могут отправлять сообщения, лайкать друг друга, добавлять в избранные и так далее. Это очень ресурсоемко, если мы будем делать это на симуляторах или девайсах. Гораздо проще начислить все эти вещи с помощью QAPI и просто сэкономить время. Естественно, когда вам нужно проверить что-то, что очень узко касается этой функциональности, вы так делать не будете. Но во всех остальных случаях пожалуйста. Дальше мы перешли к профилированию. Профилирование это метрики, которые позволяют вам найти узкие места, ускорить и стабилизировать тесты, а также обеспечить короткую надежную обратную связь. Когда ребята из команды автоматизации анализировали, какие тесты гоняются дольше всего, они увидели, что такие тесты, их было штук 300, они перезагружали симулятор. Такие тесты использовали Facebook, чтобы логинить пользователя в приложение. И что делала перезагрузка, зачем она нужна была, чтобы когда после завершения этого теста следующий тест начинал раниться, у них все было чистенько. оказалось, что нам достаточно просто убирать файлик с куками Safari, чтобы сделать то же самое. Перезагрузка теста занимает 60 секунд, удаление куков 10. То есть мы экономим 50 секунд на 300 тестах. Едем дальше. последняя вещь, которая вам нужна для того, чтобы у вас все было классно, тесты были быстрые и команда, ну и в принципе все были довольны командой QA, нужно, чтобы команда была готова развиваться. Как развивались мы? Первое, с чего мы начали, это проанализировали тестовое покрытие. У нас был релизный чек-лист, который был не покрыт, это была боль, мы хотели ее избежать. Следующее, это мы ознакомились с языком программирования и фреймворком, который использует команда автоматизации. Дальше мы приступили к легкой фазе создания тестов, тестовых сценариев с уже существующими шагами. Дальше нужды команды, нужды проекта заставили нас писать тесты с новыми методами, объектами и классами. После чего команда автоматизации делегировала нам починку упавших тестов, а также инвестигейт и починку нестабильных тестов. И дальше мы уже были готовы к тому, чтобы приступить к параллельному покрытию фич автотестами. Какие были подводные камни в процессе этого роста? Первое это непонимание чужого кода. Ruby язык очень динамический, в нем можно писать похожие вещи абсолютно разными способами и это иногда сложно читать. Для этого мы придумали свои, мы изобретаем этот процесс свои стандарты кодирования. То есть мы добавляем, это довольно просто, мы добавляем примеры хорошего, плохого кода вики и пишем почему стоит делать так и не так. Следующее это код разного качества. Команда автоматизации была основана где-то в 2014-13 году и мы до сих пор иногда встречаем код, который был написан тогда. Конечно же его нужно рефакторить, именно это мы и делаем. Следующее это инфраструктурная проблема. Команда автоматизации по-прежнему занимается инфраструктурой. Если мы встречаемся с проблемами, которые не можем решить сами либо найти вики, то мы обращаемся к ним и они давая нам ответ мы в общем добавляем и наш вопрос и этот ответ вики и пишем что вызвало данный error в нашей инфраструктуре. Следующее это конечно же нестабильные тесты. Не всегда интересно заниматься нестабильными тестами, поэтому когда мы не заняты параллельным покрытием, у нас есть эпик приоритетных тасок для киев, куда в основном входит стабилизация. Итак, обещанное мотивационное напутствие. Если вам понравилась эта идея и вы также хотите сделать что-то подобное своей компании, с чего же вам начать? Первое это проанализируйте свои рутинные задачи, возможно вы найдете свой релизный чек-лист. Следующее это проанализируйте свои процессы, возможно что-то для вас не работает, что-то что работает например для другой компании. Следующее это обсудите подобную проблему со своими коллегами, возможно болит не только у вас, но и у них тоже, и поищите вместе пути улучшения. Дальше проведите тестовый эксперимент. Мы экспериментировали около трех месяцев над параллельным покрытием, прежде чем это стало нашим основным флоу. Дальше придумайте метрики и следите за ними. Нас заставляли заполнять различные таблички о том сколько мы потратили, сколько бы мы потратили по старому флоу и так далее. Это очень помогает дальше в принятии решений. Конечно же корректируйте то, что получается. Тот флоу, о котором я вам сегодня рассказала, он изначально не был таким. Мы делали очень много ретроспектив для того, чтобы понять, что именно не работает, что можно улучшить, где мы тратим время, где мы могли бы его не тратить, где мы могли бы избежать багов и так далее. И, конечно же, повторение. Повторяйте это несколько раз. Опять же, у нас было где-то около 20-30 фич, прежде чем мы запустили этот флоу как основной. На этом все. Большое спасибо за внимание. Все материалы к презентации вы можете найти в моем телеграм-канале. Также чуть позже я загружу туда саму презентацию. Большое спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, это было полезно. Желаю вам хорошего дня. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте задавайте, я с удовольствием отвечу и также увижусь с вами после того, как доклад закончится.